В 1989 году, на стыке с 1990-м годом, я был в Армении, мы там были волонтерами, после землетрясения, толчков, мы там помогали, и я возвращался через Сухуми автобусом, приехал в Сухуми, уже общество было зарегистрировано, но это был такой переходный момент, что власти еще не знали, что у нас есть регистрации, на местах еще, ну, в локальных местах нас воспринимали еще с огромным страхом Харикоичное движение. Но регистрация уже официально была в Москве, и был еще разговор, это только для Москвы, потому что у нас Армения, может быть там еще другие какие-то регионы, которых это не касается, то есть нас еще очень опасались. И мне опрятанные поручили перевезти тысячу чтейших банишат в Москву, из Береси. Стали думать, как это сделать, если мы занесем такой груз в поезд, он сразу, ну, много книг, это будет очевидно, это опасно, могут заявить в милицию. Решили меня прикрыть так. Я был один, выгубим все купе, они сказали, найдем деньги, и все купе забьем книгами, там, потолок, там, все эти вот, ниши. Ну, багаж твой, и все. И ты закроешься в купе, и поедешь. Я сказал, Харик Кришна, хорошо, я попробую. Но я понял, что это дело все равно рискованное, тем более это Грузия. Я не знаю точно вот этой культуры еще, языка, может быть, не совсем понимаю, но металлитет имеется в виду. Ну, я решился, ну, миссия же так, вперед. И проводник сразу заметил, что что-то загружают очень много, какие-то упаковки, вот эти вот, и что же там? Он испугался, потому что несет ответственность, понимаете, уголовную ответственность там. Ну, люди были такие осторожные в советское время, очень осторожные. Присматривались, кто едет. Допустим, вот мы ехали из Петербурга в Москву с Прабавишну с вами в одном купе. В одном купе. Он приехал как турист. Причесочка такая у него была, чук-чук. Шики не было видно. Рубашечка, кепочка, брючки, все как надо, вот, турист. Из Англии. А мы в купе мангаларате поем. Проснулись там все вместе, и вот он тоже, поставили панчетату, поем тихонько мангаларате. Проводник уже понял что-то. То есть это время было такое. Потом мы мантру повторяем. И он вдруг так резко дверь открывает, проводник, потому что он уже, ну, боится, что-то там происходит. С утра пораньше, там, какого-то пения, там. И он так резко решил, а там еще вибрация мантры, он, видимо, там прислушивался. Резко дверь открывает, и пробиваешь на мой гараж, у него четкие вот так вот были, он, раз, и под мышку. Тут еще больше испугался. Что вы делаете? Что вы делаете? Что тут происходит? И я выхожу в тамбур и говорю, да что-то я перевугался вообще, да что-то, вот тут йогой занимаемся, и че-то такое вообще странно. Да, да, да. Ну, их не спрашивали. То есть такая атмосфера была. Это уже когда приезжали, а тут еще раньше, понимаете, еще в Грузии, еще тысячи ишипанишат в одном купе. И он вызывает милицию, он перепугался до смерти. Когда я еще сказал, что это книги, он говорит, ну все, меня в тюрьму посадят, и милицию вызывает. Такой огромный такой грузин, скобура у него, пистолет здесь, вооруженный, глаза такие, решимость идет на меня, такой, ямадут, знаете. Ну-ка, давай разбираться, у меня в купе, значит, вот, я думаю, ну что, ну там книги, доставай, посмотрим, что за книги. Разорвали упаковку, одну еще панишат, немножко даем уроки. Он вообще, а-а-а, запрещенная литература. Сразу по картинке понял, если вы думаете, там это, ну, шеша, это вишну, и вот. И я один, все, купе забил, значит. А-а-а, так, и, значит, надо вызывать наряд, тебя с поезда снимать уже. И, по-моему, даже поезд уже поехал, ну, неважно, не могли снять меня на любой станции. А я понял, что, а проводник тут в дверях стоит, улыбается, значит, он заслужил награду, потому что обнаружил, значит, какого-то, не знаю, иностранного агента там, не знаю, кого угодно, можно что угодно было думать. Вот, и я понимаю, сейчас меня могут схватить, все там осудить, зайти за эту литературу, нелегальную перевоз там и прочее, прочее, без документов. И начинаю просто им проповедовать, ну, в гневе, как я-то обычно, знаете, когда вот меня атеисты уже давили до предела, я начинаю громить все, весь атеизм вообще, все, что безбожники, и вот видите, что вы устроили, ацетские существа, развалили, потому что знаний духовных нет вообще, мира нет, любви нет, эти книги должны читать, это индийская мудрость, это что-то там начал гнать, ты сам не знаешь, что. Уже и про инкарнацию, и про карму, они уже ничего не понимали. И как-то сказал, это любовь к Богу. Знаете, он так, так изменился, а оказывается, я не знал культуру и Грузии, оказывается, они читают что-то Руставели, про любовь там же. Я потом позже прочитал это, вот видите, в тигровой шкуре, и там только о любви вообще. Я сказал, любовь, он так растрогался, растягивает кобуру, а там у него носовой платок просто. Он говорит, сваркивает, снова плодет нас в плодов кобуру и говорит, давай, распространяйте книги. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Проводник, чтобы загладить свою вину, помогал мне эти упаковки тоже выносить. Ну вот история, чтобы западный мир узнал о Господе Читании. Пропады здесь будут говорить, что я хочу, чтобы книга Кришны была в каждом доме, в каждом доме, у каждого человека, чтобы все люди узнали о Кришне, они не знают о преданном служении. Всё остальное у них есть. Поэтому осталось только дать вот это недостающее звено Кришну, и мир изменится. Всё остальное есть.